Антон Князев Депутаты, просто выступающие за пропаганду чего-либо, не редкость. Работа у них такая. Другое дело, когда ободряющие фразы во славу спорта звучат из уст легенды и примера для подрастающего поколения. Антон Князев сначала стал известным спортсменом, а уж потом сел за стол городской думы. По теннису только по мужчинам в разных разрядах. Там 24 раза чемпионат области выигрывал. А вы знаете как? Тут-то даже не побывал, наверное, в таких городах, как Владивосток-Хабаровск, а так, когда активно тренировался, ну, в сравнении, два раза в месяц ездил на протяжении лет пяти. То есть, я говорю, проще сказать, где не побывал. И, наверное, неспроста его потянуло туда, где идут бесконечные переговоры и принимаются решения на пользу рязанцев. За аристократизмом и элегантностью тенниса прежде всего психологизм и выдержка. Вот, например, в том году я играл международный турнир «Фьючерс», до полфинала дошел, ну, в четверку попал. То есть, так вот просто на бум поехал и дошел до полфинала. Там какие-то международные очки я набрал. Не зря же говорят, в теннис играют ракеткой, а выигрывают головой. И это шахматы в движении. Дед любил у меня очень теннис, и вот как-то он меня и привел, можно сказать, на корт. То есть, по телевизору посмотрел, наверное, понравилось, и так вот все и началось. А он сам у вас? Лет 12-13 я так серьезно уже теннисом большим начал заниматься, и уже где-то в классе в 8-9 в Олимпийском резерве в другом городе. Я тренировался в Ступино, так что учился полу так экстерном, можно сказать так. И в отличие от многих спортсменов, закончил школу без троек и не остановился на одном только высшем образовании. Ораторское искусство требует иных навыков. Приходится периодически вспоминать и юриспруденцию, и политологию, и основу управления. Действительно, хотелось очень... Что-то лучше? Что-то лучше, да. Если откровенно говорить, то в плане спорта, естественно. То есть, потому что в этом я понимаю, я и заканчивал как бы физкультурный факультет, и вся жизнь у меня связана как бы со спортом. У нас сейчас за Ледовым дворцом строится огромный как бы теннисный центр, будет один из лучших в России. То есть, я думаю, в течение двух-трех лет его построят. То есть, грубо говоря, с теннисной тематикой у нас, ну, город очень сейчас идет в ногу со временем. Теннис уже как фитнес, признается сам Антон. Это заряд на всю жизнь, и для поддержания формы просто необходимы ежедневные тренировки. О большом спорте думать уже не приходится, и работа, и семейное положение обязывают. Но за Рязанскую область он еще повоюет. Самые приятные вспоминания Оступино, там вот проводился чемпионат Московской области. Это уже, наверное, лет 12 было, 13 назад, который вот я выиграл. Это, наверное, самый большой турнир, который я выиграл. Несмотря на публичную профессию и очень красивое увлечение, Антон Князев к большому удивлению оказался человеком настолько скромным, что не накопило десятка фотографий с чемпионатов и встреч. Фанатичен он только в спорте и убежден, что селфи и фотосессии к нему отношения не имеют. Это вот как раз чемпионат Европы в Калининграде. То есть после попытки так вот решил капитан команды меня сфотографировать. Это уже не теннис. Относительно недавно Антон Князев буквально заболел другим видом спорта – судомодельным. И выполнил норматив мастера международного класса. В июле мы выиграли чемпионат России, попали на… ну, все мы попали в сборную России, попали на чемпионат Европы. Чемпионат России проходил в Сергиеве Посаде, чемпионат Европы в Калининграде. В Калининграде чемпионат Европы тоже мы выиграли. В следующем году мир у нас в Венгрии, по идее, должен быть. Судомоделизм – один из редких видов спорта, сочетающих в себе искусство, хобби, профориентацию, технику, ручной труд и современные технологии, а также детальное изучение истории флота и судостроения. Лет 10 назад Антон попробовал управлять обыкновенным утенком и так увлекся, что не смог остановиться. Как у нас в теннисе там свой мир, скажем так, я, наверное, почти в любой город России могу приехать, меня один-два человека встретят. Спортсмены из 16 регионов страны привезли для запуска на Келарском пруду около полутора сотен радиоуправляемых моделей кораблей. Антон тоже знает, как приручить морскую стихию в режиме реального времени. Авторский хендмэд плюс высокие технологии, и можно спускать на воду целую верфь. В этом спорте искусства мало, без знаний электроники и физики далеко не уплывешь. Прям вот абсолютно вы попали в точку, прям вот то же самое все. Не то, что там даже дул танк, а там есть подводные лодки, вертолеты взлетают, цистерны с нефтью зажигаются, то есть реально пламя, огонь, черная жидкость выливается на воду, ее собирают, другой корабль тушит это все. То есть достаточно сложный такой технический вид спорта. Путь к большим соревнованиям начинается с рождения моделей. Десятки эскизов и не один год кропотливой работы. Так водное пространство рассекают уникальные копии и полукопии морских гигантов. Мода на последние – модель из набора пришла от французов и немцев. Детали уже готовы, но путь к победе это вовсе не сокращает. В интернете ищется и также уменьшается просто до своих размеров и делается. То есть просто у нас в команде, скажем так, два заслуженных мастера спорта России. Они вообще, то есть чудеса делают просто на самом деле. Одному из них 61 год, другому где-то порядка 42. И занимаются они лет с 10-12 этим видом спорта. Помимо всего прочего, сейчас они еще и заслуженные тренера. И абсолютно не мешает, что сам Антон из Рязани – часть команда из Смоленска, часть из Ленинградской области. И нужно быть ханжой, чтобы обозвать действующие суда игрушками для взрослых. Спортивные модели на минуточку делятся на 36 классов. Используются в микродвигателе резиномеханические, инерционные, паровые, внутреннего сгорания, электрические и парус. Грубо говоря, та же жидкость, которая загорается, у нее свой рецепт. У нефти, так называемый, у нее свой рецепт. Где-то пенопласт идет в ход, где-то там пластмассовые какие-то детали. То есть так все потихонечку лепится, собирается в большой корабль. Нужно еще придумать настоящий бой, где столкнутся флотилии, будут жертвовать собой смелые моряки, а отважные капитаны, они же владельцы судов, поведут свои корабли к победе. Приходишь, показываешь все судьям, даешь сценарий всего действия. Придуманный? Да, придуманный. У нас вот было, память, если не ошибает, на Европе 194 действия с кораблями. По сценарию написано, допустим, не больше 15 минут все должно длиться. То есть все, что не успели, все просто вырезали из сценария и не дали балл за это. Модели развивают далеко не игрушечные скорости. Чувствуешь себя этаким гулливером в стране лилипотов. Есть матросы, естественно, все это выставлено на кораблях. Матросы падают во время столкновений, пожаров. Их там подбирают маленькие шлюпки. То есть все это есть. Но это как бы абсолютно не главное. Ломаться могут, скажем, батареи, мотор. То есть это чинится. А то, что загорается, естественно, там все так продумано, чтобы судно не страдало от этого. Да, таким увлеченным бывает трудно найти свою гавань. Но у моего героя она есть. Между этими красавицами хоть каждый день желание загадывай. Обе Леночки. И терпеливо дожидаются его с работы и тренировок. Жена не намекает, но это тоже, естественно, чувствуется, что как бы если 2-3 часа в день тренируешься, то, естественно, эти 2-3 часа крадешь у семьи, у своей. То есть вы правы абсолютно, так и есть. Жена просто тоже понимающий человек. На лояльность. Да, лояльность смотрит на эти вещи. И это словно искра, говорит Антон. Когда они познакомились, будущая супруга была студенткой. Сегодня они уже вместе получают еще два высших образования. Поступили в одни и те же группы. И есть основания думать, что иногда Елена учится за двоих. Ну, честно так. Положал руку на сердце, бывает, бывает, да. Он бы очень хотел, чтобы дочка тоже полюбила теннис и стала сильной спортсменкой. Но какое бы решение она не приняла, ей уже повезло. Ее родители хорошо знают, как важно поддерживать спортивные и творческие начинания. Да нет, у меня такие, как у всех, мечта, чтобы вся семья была здоровая, как бы проблем особых не сталкиваться с ними. То есть вполне обычная мечта. И почему-то кажется, что он еще не раз удивит общественность своими достижениями, чего я и желаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!